Рабочих дней у парламента на текущей сессии остается все меньше, а нерешенных проблем все больше. Вот следующая неделя пленарная. Фактически экватор сессии. Уже анонсировали обсуждение десятков вопросов. От нового закона о нацбезопасности до антикоррупционного суда. А еще нужно утвердить новый состав Центризбиркома и целый ряд экономических законопроектов. Главное же спасти судебную систему от паралича. Первый шаг политики уже сделали. Отменили одну поправку и разрешили подавать ходатайство не только в областные суды, но и в районные. Теперь осталось предотвратить еще и катастрофу с экспертизами. Евгения Коваленко продолжит тему. Парализованная работа правоохранителей, перегруженные суды, которые и так завалены делами. Скандальные изменения в уголовно-процессуальный кодекс, вступившие в силу в середине марта, уже дают свои плоды. Такой документ опубликовал в соцсети генпрокурор Юрий Луценко. Это живая очередь на подачу ходатайств в один из киевских судов. Экспертизы по делам о безнасилованиях, обыски по делам о убийствах и аресты имущества по делам о хищении. Все в трехмесячной очереди. Все потому, что следователи с ходатайствами должны были обращаться только в суды областных центров. А таких в Украине всего 25. Правда, такой судебный завал был недолго. Со вчерашнего дня эту поправку отменили. В конце марта парламент опять внес поправку на поправку. И вернул все как было. Но это пока не очень повлияло на загруженность судов. Ведь остальные изменения в силе. Теперь следователи не могут самостоятельно назначать экспертизы. Даже для снятия отпечатков пальцев нужно разрешение суда. Из-за этого количество ходатайств увеличилось почти в два раза. И судьи вынуждены работать сверхурочно. Иногда задерживаются до поздней ночи. Иногда трудятся на выходных. Рассказывает спикер Шевченковского райсуда Киева. Хотя этот ажиотаж невидим. В коридорах живых очередей нет. Все записи в компьютере. Каждый приходит в назначенное время. Здесь уверяют, никаких очередей на месяц и вперед у них нет. Но все же работы значительно прибавилось. И это при катастрофической нехватке кадров. В прошлом году за неделю до нас произошло 460 колпотаний. В 2018 году за такой же период произошло уже 710 колпотаний. За штатным расписом в Шевченковском районном суде города Киева предназначено 42 посадки судов. На данный час фактически действуют повноважение лишь 26. И такой дефицит уже несколько лет. В суде признаются, работать было непросто и до изменений в УПК. К примеру, в прошлом году на каждого следственного судью приходилось по полторы тысячи ходатайств за год. Но теперь и это не предел. Вот Галицкий райсуд Львова. Один из самых загруженных в области. Один судья здесь рассматривает около 120 дел в месяц. Это вдвое больше, чем в остальных местных судах. Я бы хотел, чтобы у меня было достаточно времени, чтобы рассматривать справа. Навантажение вплывает на качество судовых решений, на скорость рассматривания справ. Мало того, что судей мало, так еще и в последнее время количество дел значительно увеличилось. Бывает, что нужно затриматься для того, чтобы выполнять эту или иную работу. Довольно часто. В каждом выходном у нас есть выяснены следственные судья, которые чергуют. Они могут рассматривать справы, которые непланово поступают. Говорят, иногда дела действительно затягиваются, но ненадолго. И бывает это крайне редко. С работой справляются. Очередей здесь почти никогда не бывает. Пытания мы стали регистрировать в два раза больше, а то иногда в три раза больше. У нас есть лимитованный час с утра до четвертой часы. Деякие следы не достигают в тот час, потому что их есть очень много. Это все глупотания о обороне запобежного захода, о экспертизе. Назначение экспертиз по делам, связанным с насилием, только через суд. Это то, что больше всего возмутило украинцев. Раньше их мог назначать следователь. Теперь же пострадавшие вынуждены ждать. То, что требует неотложных действий, все-таки могут рассмотреть в первую очередь. Но это скорее исключение. Но общественный резонанс не всегда способствует оперативности. Следователь департамента спецрасследований ГПУ Виталий Чернов уже более двух лет занимается делами Майдана. Сейчас ему нужно подать 20 ходатайств. В том числе об обыске и временном доступе к вещам и документам. Хочу продемонстрировать фотокопию журналу «Приимание клопотаний». Я могу подать свои клопотания. Я остальной в черзе на данной фотокопии журналу 06-07-2018 года. Более того, суды в последнее время начали принимать ограниченное количество ходатайств. Опять же, из-за нехватки следственных судей. Поэтому и тормозятся расследования. Но это только начало. Главные трудности впереди считают в департаменте спецрасследований. И это все не спрощается, а все это еще накопичивается, как снежный ком, который может накрыть эту правоохоронную систему. Потому что через месяц начнут в всех криминальных проведениях вертаться к суду с продолжением сроков досудового расследования. И тогда вполне возможно депутатам снова придется поправлять поправки. Ведь прецедент уже есть. Евгения Коваленко, Галина Якушко, Геннадий Аникенко и Ирина Дьяченко. Подробности недели телеканал Интер.